В честь Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей в Молодежном центре города Раменское состоялась встреча юно-армейцев с бывшими несовершеннолетними узниками фашистов. Мероприятие проходит в округе ежегодно. Всего у нас 70 узников на сегодняшний день. Когда-то организация, когда она начинала действовать, это в 87-м году, когда была создана ветеранская организация, их было 400 человек. Понятно, что за это время ушли из жизни, покинули этот мир, но вот 70 человек осталось. Память – это важнейший атрибут человека. Мы принимаем решения именно благодаря поступкам прошлого. Поэтому Надежда Николаевна знает, как важно, чтобы нынешнее поколение не забывало о тех событиях и знало историю. Они собираются не только в нашем районе, по всей Московской области. Раз в Международный день, то отмечают в последнее время широко на Поклонной горе. Здесь собираются со всей Московской области люди. И только в этом году не приезжала делегация из Германии. А так приезжали всегда, просили прощения. И им было очень больно встречаться с теми людьми, над кем фашисты издевались долгие годы. Сдержанность и непоколебимость духа – вот что чувствуешь, когда смотришь на этих людей. Они рассказывают о своем заточении спокойно, потому что прошло уже много лет, и душевные раны превратились в шрамы. Мы жили в Воронеже. Мне было всего годик. Немец захватил город. Мы попали в плен. Я была маленькая, мне был годик. Брату было 4 года, и брату было 8 лет. Вот так мы попали в плен. А потом нас освободили. Забрали нас в плен 7 июля. А 31 января через 7 месяцев нас освободили партизаны. На встречу юно-армейцы с интересом и сочувствием слушали отрывки из книги «Дети войны». Один из отрывков был посвящен Эмме Владимировне Анисимовой, которая была узницей концлагеря Цедельвизен в городе Грейтс. Да, в Бухенбальде было восстание. И планировалось, что начнут бомбить Бухенбальд. Но после восстания они смели всю охрану. И нам простались, наверное, эти самолеты. Потому что я в этот момент очень сильно болела. И вдруг пошла бомбежка. Это было на всю жизнь, я запомнила. Потому что вдруг из барака срывала крышу. Крыша полностью не отрывалась от барака. А поднимала себя под таким обломом, что открывалось все небо полное темных самолетов. И было столько и страшные боли. Потом бежала какая-то женщина, схватила меня, перебросила через плечо. Я снова теряю сознание, повисла головой вниз. Потом поднимаюсь, но вдруг барак у нас уже тоже рухнул, как и все остальные. И люди в каком-то жутком кошмаре бегали по территории лагеря и падали. И вдруг тихо, самолеты улетели. У меня опасность. Способность говорить. Я губами шевелила и не могла понять, что происходит. Когда я научилась говорить, я не помню. Это было уже около 8 лет. 80 лет назад человечество допустило огромную ошибку, жертвами которой стали миллионы людей. Однако, посещая подобные встречи, в душе возникает надежда, что наше и будущее поколение такого не допустят. Ерман Трифелев, Елизавета Скрябина, Андрей Пластунов, Раменское телевидение.